всем привет с вами канал мир вокруг трех робита наша рубрика забавные животные и сегодня у нас на канале очень такой необычный гость на обзоре встречаем вот такую вот большую такую харизматичную гусеницу да 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 действительно все вот эти эпитеты можно к ней применять поскольку она во-первых очень большая то есть наверно длиной вот со средний палец взрослого человека ну и по толщине она в общем то но также наверно вот то человеческому пальцу не уступит если ее увидеть в траве там на дорожке кстати вот я ее нашел на садовой дорожке на вот точно все мирно ползла куда-то по своим делам ну естественно не вот такой вот красавицы пройти трудно соответственно решил вот вам немножко и так показать чтобы вот у кого-то потом не возникало никаких страхов вопросов по поводу того что за монстр вот у меня ползет под ногами конечно же это гусеница гусеница кота из которой потом получится красивая бабочка бабочка называется древоточец пахучий или древоточец и вовы ну или очень называют крушейн древоточец по латыни косус косус это крупная ночная бабочка из семейства древоточец а кстати размах ее крыльев может расти достигать до 10 сантиметров а гусеницы вот наши гости до частности это к степичные ксилофаги то есть виды которые питаются преимущественно растениями ну точнее древесины конечно же ведут скрытый образ жизни почему потому что как правило прогрызают ходы в стволах древесных растений вообще говоря конечно такая гусеница она считается очень даже таким хорошим вредителем в основном в их рацион входит его тополь осина и ольха ну почему еще называют древоточец и вовы да ну потому что вот может быть действительно основной рацион гусеницы это как раз таки вот древесины и вы но но на наших дачных участках где очень много плодовых деревьев в рацион вот этой гигантской такой да гусеницы пожарник когда-то что к еще раскраска очень очень напоминающие пожарную машину так вот в рацион этой монстрихи попадают груша яблони сливы вишня айва абрикос грецкий орех хурма маслина европейская маслина шелковица и облепиха ну и конечно же такие деревья как ясень береза бог дуб клен вяз мелколистные они в общем то могут подойти ей в качестве еды она их с аппетитом потрескать гусеницы первого возраста они имеют розовую или такую вишнево-красную окраску а уже вот готовая гусеница к окукливанию она имеет коричнево-красный такие цвета с более такой темной спиной и черной головой то есть как раз таки вот перед нами может такая зрелая гусеница вот они обычно под конец своего развития достигают длины ну от 8 сантиметров до 12 да вот такие действительно настоящие титаны гусениц подмосковья кстати они зимуют вот в выгрыбенный древесине в стволе камере причем в конце хода внутри ствола не обычно они вот чтобы холод не проникла внутрь закрывают вход в свою камеру ну такой конс ну конструкции типа пробки да вот похоже чем-то на пробку они ее вот из-за буровой муки так сооружают и тем самым вполне комфортно переносит нашу русскую зиму да с морозом до 20 градусов гусеницы первого возраста держатся группами грызаясь под кору и формирует на поверхности луба расширенный общий ход позднее молодые гусеницы повреждают глубиной слой и камбий где делают многочисленные сообщающиеся ходы заполненные буровой мукой и исклементами после первой зимовки каждая гусеница делает отдельный ход вглубь древесины и корню ствола в котором продолжает развиваться ход взрослой гусеницы это большое широко овальное отверстие диаметром 12-16 миллиметров на старых деревьях с толстой корой в нижней части ствола гусеницы выедают отдельные длинные ходы только после первой зимовки на более тонких стволах с корой гусеницы проникают в древесину раньше ну и как правило в течение месяца после вылупления обычно гусеницы заселяют старые и больные деревья ну понятно почему потому что там древесина немножко помягче и соответственно ширина ствола то есть ствол у старых деревьев все-таки он помощнее потолще чем молодых конечно же поэтому там в общем то особенно если вот гусениц много то там им для развития есть куда развернуться но могут встречаться и в молодых и здоровых деревьях что же делать если дерево вот заселено такими колоритными монстрами ну пораженное дерево легко обнаружить по выбрасываемым гусеницами красно-бурым испражнениям для удаления которых из своих ходов гусеницы прогрызают особое отверстие в коре также по коре заселенных паразитами деревьев обычно течет сок на который слетаются другие насекомые а пораженные деревья могут издавать сильный запах древесного уксуса кстати говоря если кто-то вот ну мало ли встретит бабочку да вот то есть самого древа точится учтите что бабочка которая лупляется из этой гусеницы она занесена в красную книгу республики татарстан и также в красную книгу смоленской области так что вот так вот ну и соответственно такая гусеница конечно же если вам попадется то так вот сразу к ней применять какие-то деструктивные воздействия ну нежелательным можно просто отнести ее подальше от своего дачного участка куда-нибудь в лес например вот да там или в место где много старых уже вот таких практически отживших свой век деревьев как можно от них защититься да можно вообще как-то вот свой сад уберечь от подобных гостей на чтобы они вот проползали мимо и не селились любимых деревьях да можно как ну естественно побелка штампов да то есть традиционное такое мероприятие который каждый дачник проводится своими деревьями осенью и весной также замазывание ран на деревьях садовым варом то есть если вы видите какие-то повреждения коры или древесины то конечно же берите садовый вар ну и промазывайте место повреждения также помогает обмазка штампов глины с казиновым клеем ну и добавлениями инсектицидов когда уже дерево так хорошо поражено гусеницами то ничего не остается кроме как вырубить ослабленный пораженный заселенные точнее гусеницами ствол да или вот дерево чтобы вот как-то приостановить распространение вредителей ну и в садах еще такая методика распространена это когда за заселенные гусеницами дерево вот в ходы которые гусеницы прогрызают древесине впрыскивают растворы специальных инсектицидов от которых вот гусеницы либо погибают либо вынуждены срочно покинуть да вот обливовавшиеся дерево так что вот такая сегодня необычная гостья у нас на обзоре бояться ее не надо приступать к ликвидации тоже поскольку из нее получается бабочка занесенная в красные книги естественно такие виды нужно уважать и оберегать так что вот такая интересная гусеница бабочки древоточец пахучий ну или древоточец ивовый была сегодня у нас в гостях всем привет до новых встреч пока